Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Однушечку сегодня с вами посмотрим в центральном районе на улице Шишкова. Шишкова, 142-5. Локация, потом смотрим саму квартиру. Ну, что тут сказать про локацию? Во-первых, если мы посмотрим вот туда, вот с вами прямо, вот, собственно говоря, наш дом. Строительная компания ДСК. В районе 10 лет дому, 9-10. Прямо 102-я школа, вот она выглядывает. Там же детский сад, 190-й, и еще одна школа, 106-я, вот там, через дорогу. Через дорогу, через Шишково, так сказать, на той стороне. Церковь Всецарицы, там же, рядом со школой. Не пойдем, не пойдем, будем экономить время, собственно говоря. Немножко прогуляемся здесь по территории. Честно говоря, у нас похолодало, не очень, прямо скажем, комфортно гулять. Поэтому буду краток, так сказать. Далее, из достопримечательностей, из... Какие у нас тут еще блага, так сказать, находятся в шаговой доступности? Ну, конечно же, рынок Воронежский. Рынок Воронежский, если мы пойдем вот так, дорожка замечательная здесь в лесу. Буквально, наверное, ну, от нашего дома минут, наверное, 7 неспешным шагом, и вы на рынке Воронежский. Выходные, кстати, там был. Буквально в эти выходные был. Ну, что сказать, что сказать. Подошел колбаски купить. О, здравствуйте, а я вас знаю, а я вас смотрю. А что будет с ценами на квартиры? За хлебушком подошел такая же история. Ну, с одной стороны приятно, конечно. С одной стороны приятно, а с другой, ну, немножко это напрягает, прямо скажем. Да я вам даже сейчас покажу рынок Воронежский, собственно. Вот отсюда его уже прекрасно будет видно. Сейчас чуть-чуть вот сюда вот сместимся. И рынок Воронежский... Нет, за деревьями не видно. Ну, прямо, прямо буквально каких-то 7 минут. Рядом, видите, шоколадки. Это все жилой квартал, московский квартал. Так он правильно называется. Это все московский квартал. И вот эти вот дома от строительной компании ДСК, так называемые мелки. Это тоже московский квартал. И вот те домишки, шоколадки, тоже строительная компания ДСК. Это тоже московский квартал. Просто те дома у нас находятся вдоль московского проспекта, главной артерии нашего города. А мелки чуть-чуть. Чуть-чуть тут в глубине. Огромное количество различных магазинов. Как сетевых, так и формата у дома. Их большое количество на первых этажах. Первые этажи, это, как правило, коммерция. По парковочным местам не густо, прямо скажем, в самих дворах. Но есть вот такой вот паркинг, где можно купить, либо арендовать. Здесь панельчика ДСК. Коих здесь много. Осень настала, холодно стало. Да, довольно-таки прохладно. Ну а что мы хотели, собственно говоря? Практически середина уже ноября. Пора бы, что называется, и честь знать, да? Так, вот там выглядывает у нас, опять же, вам для ориентира, жилой комплекс, пять столиц от строительной компании ВДК. Жилой комплекс сдан. Продан. Там, если только перепродажи от физлиц. А то вчера буквально девушка звонила, спрашивала, есть ли у вас что-то там. Мы через вас покупали в Олимпийском от застройщика. И вы знаете, вот сейчас от застройщика уже ничего нет. Сейчас только от физлиц искать. И у застройщика уже все продано. Паркинг еще раз на ваших экранах. Если вам места не хватило, а его, скорее всего, здесь во дворе не хватит. Это, знаете ли, такой экстремальный, прямо скажем, экстремальная парковка. Ну, вы сейчас все сами прекрасно увидите. Наш дом буквой П. Огромное, огромнейшее количество квартир снимал конкретно в этом жилом комплексе. Прям очень много квартир снимал. Сейчас, вспоминая всю историю нашего канала, все-таки более пяти лет уже ролики снимаю. И вот конкретно по этому жилому комплексу прям очень много было снято. Собственно, все говорено-переговорено. Ну, для тех, кто только-только присоединяется к нам. Опять же, повторяю, по локации, по инфраструктуре всю эту информацию приходится это делать, да, потому что новые подписчики. Кто-то, может быть, не видел прошлые обзоры. Вот специально для них я повторно все это дело рассказываю. Смотрите, какая елка красивая, а? Шикарная просто елка. Шикарная. Хочу себе такую. Это, наверное, голубая ель правильно называется, да? Просто шикарная. Ну что, у нас, как видите, осень. Готовимся, собственно говоря, перезимовать. Так, в целом, все довольно неплохо. Видно, что здесь ухаживают. Это, наверное, что, виноград, да? Виноград. Или что? Да, в целом, все довольно неплохо. Прогуляемся с вами еще на детскую площадку. И хватит уже носы морозить. Носы морозить. Ну, нос морожу я один. Вы наверняка находитесь в теплых квартирах у мониторов. Ну что, детская площадка вот такого плана. Песок, да. Нет никакого мягкого покрытия. Песок. Но, тем не менее, есть место и для взрослых посидеть. Лавочки вокруг детской площадки. Ну и, помимо всего прочего, для детишек тоже местечко тоже есть. Поиграться, покувыркаться. И новые такие наслаждения. Что тоже очень приятно. Через какое-то время это все, конечно, вырастет. И будет довольно-таки зелено в этом дворе. Это у нас центральный район. Да, это центральный район. Улица Шишкова. Это центральный район. Так же, как жилой массив Олимпийский. Так же, как жилой комплекс Русский Авангард. Так же пять столиц. Это все центральный район. Территориально это больше, наверное, правильнее, ближе к Эминтерновскому району, к Северному району. Но вообще это центральный район. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Так, по подъезду с вами смотрим. Входная группа. Коробочка для спама. Почтовые ящики. Ну, в целом, все довольно неплохо. У нас 10-й этаж. Шишково, 142-5. Дом 2012 года постройки. Строительная компания ДСК. 10-й этаж, 10-ти этажного дома. Общая площадь нашей квартиры 38,7. Как обычно, начинаем от входного двери. Смотрим с вами сразу на натяжной потолок, который у нас над головой. Друзья мои, бояться крайнего этажа, вот в этих современных домах, не нужно абсолютно. Почему? Потому что над вами еще полноценный техэтаж. То есть, по сути, это как еще одна квартира над вами. У нас 10-й, 10-ти, но, повторюсь, над вами еще полноценный этаж. Планировка квартиры следующая. Входная дверь. И вот такой вот огромный-огромный холл. Все, что вы увидите в этом видео, вся мебель и бытовая техника, если надо, мы готовы вам оставить. То есть, это все входит в стоимость нашей квартиры. Дополнительно ничего оплачивать не нужно. Ну, во-первых, вот такой вот здоровенный-здоровенный шкаф. Он довольно-таки вместительный. Вот, собственно говоря, моя курточка тут зависла на время съемки. Линолеум от ДСК. Обои от ДСК. Обои, конечно, нужно будет переклеить, потому что, ну, потому что, судя по всему, здесь жила окошко, видите, этот уголочек, она так изрядно, так сказать, потрепала. Рассказывала, кто в доме хозяин тут. В этом обойке, конечно, переклеить необходимо будет. Прямо, сразу у нас прямо получается комната. Комната 15 квадратных метров, несколько неправильной формы. Видите, скошенный такой угол получается, два окна. В принципе, света достаточно, но есть некоторые, может быть, как бы, проблемы с расстановкой мебели. Кому-то это покажется неудобным, вот этот скошенный угол. Это планировка симка, как мы ее называем, да? Потому что, если посмотреть сверху на план квартиры, то комната, она напоминает, как раз-таки вот этим вот обрезанным углом, напоминает сим-карту. Отсюда и название риэлторское определение симка. Здесь потолок у нас также натяжной. Давно я песню не пел. Про потолок натяжной. Дверь скрипучая. Не знаю, дверь скрипучая или не скрипучая, но от строительной компании ДСК. Обои, повторюсь, под себя уже. Да что же за слово такое дурацкое, под себя. Под себя переклеите. Диван. Вот этот диван тоже останется, если надо. Да, есть некоторые косячки. Повторюсь, братья наши меньшие или сестры. Не знаю, какого рода была кошка или кот. В общем, несколько немножечко есть вот такие вот потертости. Говорю, как есть. Ну, не нужен диван, но вывезем. Так, у нас здесь два радиатора отопления, естественно. Ну, почему? Ну, потому что два окна. Вид у нас куда получается? Вид получается у нас туда вот на парк. На вот эту аллейку. Салон красоты Локон. Пожалуйста, вам. Хотите быть всегда красивой? Вам туда. Роковарня Дикий Рак. Роковарня Дикий Рак. Раков. Купили раков и сразу в салон красоты Дикий Локон. А, Дикий Локон. Еще раз, еще раз. Не, салон красоты Локон, а Роковарня Дикий Рак. Я совместил приятное, так сказать, с полезным, да? Салон красоты Дикий Локон. А что? Может быть, кто-то возьмет на вооружение это название. Требую отчислений. Отчислений за авторство. Салон красоты Дикий Локон. Оригинально. Смотрите, что можно по этой планировке сделать. В принципе, я думаю, что здесь можно оборудовать какой-то... Ну, если шкаф, может быть, переместить вот сюда, то здесь можно сделать какой-то еще, может быть, небольшой такой вот кусочек у вас будет под какую-то, может быть, не знаю, компьютерную какую-то комнату. В общем, вот это помещение довольно-таки большое. И, собственно говоря, тут можно что-то подумать, чтобы как-то по-другому, наверное, использовать вот это пространство. Ну, согласитесь со мной, для однокомнатной квартиры как-то вот этот вот большой холл, он слишком большой. На мой взгляд. Поэтому я бы, наверное, здесь все-таки более рационально как-то использовал вот эту площадь, конкретно вот эту. А тут уж, конечно, дело ваше, как говорится. Как решите, так и будет. Санузел. Санузел раздельный. Да, в нашей однокомнатной квартире раздельный санузел. Двери, опять же, от ДСК. Здесь у нас на стенах изначально была покраска. Была покраска. Здесь что-то даже красили. Смотрю, подкрашивали. Ну, красочка, знаете ли, имеет свойство со временем от воды. Если водичка на нее попадает, она через какое-то время начинает кусочками отваливаться. Вот, собственно говоря, что здесь и произошло. Поэтому здесь пытались что-то подкрасить. Жили квартиранты. Что-то здесь делали. В общем, конечно, здесь нужно будет плиточку положить. То есть половинка здесь у нас, видите, типа-типа покраска, а половинка у нас здесь, ну, побелка, наверное, да, побелка. Я так подозреваю. В общем, санузлом нужно будет, конечно, заняться. А так смотрим его функциональность. Раковина, да, ванна, да, полноценная, обычная. И стиральная машинка. Кстати, машинка рабочая, тоже входит в стоимость нашей квартиры. Забирать не будем. И туалет. Туалет. Туалет у нас. Унитаз есть. Счетчики на воду стоят. И, смотрите, дом, видимо, усадку давал. Некоторые трещины пошли. Не знаю, насколько это критично. Я, честно говоря, знаю, что здесь у многих жильцов в квартирах вот такая вот ерунда выскочила. Со временем. Со временем это происходит. Но я думаю, что сейчас, если сделать уже ремонт, то никаких проблем у вас в будущем уже не будет. То есть сейчас уже как раз-таки можно смело уже плитку ложить. Так, и кухня у нас 8 квадратных метров. Что, собственно говоря, является стандартом для квартир ДСК того года постройки. 8 квадратных метров. Ну, кошка отметилась и тут. Кошка или кот, не знаю кто. В общем, обои в любом случае переклеивать. Плитку в санузле, да, ложить нужно. Ложить, класть, как правильно. Холодильник мы вам также оставим, подарим. Входит в стоимость также нашей квартиры. Вот эта кухонка тоже. Если надо, все это остается. Повторюсь, дополнительно ничего доплачивать не нужно. Квартира сдавалась. Вот как она комплектовалась когда-то в свое время для сдачи под аренду. Вот так она, собственно говоря, и остается в таком же, так сказать, первозданном виде. Ну, немножко квартиранты здесь со своей кошечкой или котом отметились, так сказать. Так, ну и газ. У нас в доме газ. Дом 10-этажный. Квартира у нас на 10-м этаже. Выйдем с вами на лоджию. Выйдем на лоджию. Что у нас тут на лоджии. Уже просто бросили кусочек линолеума. Вот это, знаете, что это такое? Это лючок. Это лючок пожарный. Положено по нормам. Люк пожарный. И вот тут тоже. Вот это вот дело в случае, не дай бог, пожара выбивается. То есть, чтобы были возможности спастись, так сказать. Не выпрыгивая с балкона, с лоджии. Либо туда к соседям, либо вниз к соседям. В общем, по пожарным нормам это должно быть. Застройщик сдает именно в таком виде. Ну, балкончик обычный, стандартный. Обычное, также стандартное. Стекление. Мой уже теперь любимый дикий локон. Салон красоты. Вот там, чтобы было вам понятно, вот там улица Шишкова как раз-таки в правом. Если мы и двигаемся вправо, то улица Шишкова у нас там как раз-таки переходит в Бульвар Победы. Вот туда дальше, дальше, дальше. Там уже кольцо Бульвара Победы. А если мы двигаемся по улице Шишкова вот в том направлении, то мы либо попадаем с вами в центр, смотря как мы там дальше поедем, либо на Северный мост и попадаем на левый берег. Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. Да, здесь еще есть пока лес. Вот тут есть лес. Ну, как лес? Яблоневой сад, но его, конечно, судьба уже предрешена. Там уже застройщики работают. Работают застройщики и Выбор, и ДСК. Попилили эту территорию, а там уже строятся дома. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Ну, вот такая, собственно говоря, квартира. Улица Шишкова, дом 142, дробь 5. Десятый этаж 10-этажного дома. Общая площадь квартир 38,7. Дом 2012 года постройки. По состоянию квартиры, да, некий ремонт необходимо будет сделать. Но, друзья, в принципе, вы, как всегда, собственно говоря, можете меня проверить на предмет аналоговый. Здесь продается довольно-таки много. Конечно, кто на что гораст. Но я вам без ложной скромности могу сказать, что у нас для этого места расположения, напоминаю, это центральный район, две школы в шаговой доступности, два детских сада, опять же. Нет, три школы в шаговой доступности. Одна у нас еще находится в жилом комплексе Олимпийский. Как же это, я про нее-то забыл. То есть в шаговой доступности отсюда три школы. Три школы, два детских сада. Один в Олимпийском, один здесь, в Мелках, в Московском квартале. Ну, ботанический сад, это уже далеко. Там еще два детских сада, но это уже далеко. Рынок Воронежский. Проходя мимо рынка Воронежский, поднимаясь на пешеходный переход стеклянный через Московское шоссе, так оно правильно называется, мы попадаем в торгово-развлекательный комплекс МП Московский проспект. Чуть дальше мы проходим, и мы попадаем в район храма Ксении Петербургской, где находится офис вашего покорного слуги. То есть отсюда я легко минут, наверное, за 20 могу дойти до своего офиса. Да, минут за 20 я легко могу до своего офиса доходить отсюда, до храма Ксении Петербургской, до улицы Владимира Невского. В общем, большое количество различной инфраструктуры в данной локации присутствует. Цена нашей квартиры 3 миллиона 300 тысяч рублей. 3 миллиона 300 тысяч рублей. Повторюсь, да, какая-то косметика необходима, какие-то вложения, естественно, необходимы будут. Но вот здесь, вот в этом месторасположении, квартиры всегда довольно-таки неплохо сдаются. Не только студентам, но и семейные пары какие-то. То есть охотно квартиры в этой локации снимают. Почему? Ну, потому что здесь действительно очень хорошо развита инфраструктура данного района. Поэтому данный вариант можно рассмотреть как для себя, для жизни, так и для сдачи, последующей сдачи в аренду. 3 миллиона 300 тысяч рублей. Контакты специалисты, как всегда, есть под этим видео. Присмотритесь к этому варианту. Вариант действительно интересный. Приглашаю всех продавцов недвижимости Воронежа и ближайшего пригорода к сотрудничеству. Если хотите видеть обзор по вашей квартире на нашем канале, 8 920 22 99 356. Звоните, пишите на WhatsApp. Ну да, и звоните, и пишите на WhatsApp. Расскажу вам о условиях сотрудничества. Напоминаю всем покупателям, что мы оказываем услугу по поиску и подбору объектов недвижимости. Если данная квартира по каким-либо причинам вам не подходит, анкета-заявка на подбор вторичной недвижимости также есть под этим видео. Заполняйте, нажимайте, отправьте, и наши специалисты в ближайшее время с вами свяжутся. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, иначе вы рискуете пропустить какой-нибудь интересный для себя обзор недвижимости. И до новых встреч. 3 300 000 рублей, Московский проспект 142, дробь 5, 10 этаж, 10-этажного дома, 38,7 общая площадь нашей квартиры. Контакты специалистов будут под этим видео. Все, друзья, пока.